народ всем привет сегодня хотелось бы поделиться с вами некоторыми своими личными правилами которые я проверил на себе и своих близких друзьях как не только похудеть но и не растолстеть вновь да и вообще как не быть толстым как поддерживает свое тело в порядке может быть не в накачанной форме ну и не быть там тем пузатым толстяком из рекламы пива для некоторых примеры могут показаться довольно банальными только почему-то 90 процентов людей просто не выполняет хотя они элементарные простые но я постараюсь не только дать советы но и поделиться своим личным опытом как их проще выполнять и поддерживать в правильном режиме ведь часто легко сказать там чтобы похудеть надо меньше есть а вот как придерживаться этого правила чтобы действительно похудеть и не набрать лишний вес потом опять вот тут непонятка первое что нужно делать это следить за тем что вы едите это банальное правило про построение своего режима питания соблюдение колоража и бжу отлично помогает привести свое тело в порядке но она не работает просто потому что она не соблюдается если вы всерьез не занялись своим весом не заморочились там по тренировкам плану питания и т.д. и вас от этого не прет то вы никогда не серьезно не будете этим заниматься и уж тем более поддерживать это на должном уровне долгое время но все значительно проще не будучи каким-то спортсменом бодибилдером и так далее поддерживать свой режим питания достаточно просто главное питаться правильно в основные приемы пищи бьюсь об заклад что если человек с излишним весом просто немного скорректирует свое питание не высчитывая при этом бжу калорий прочие заморочки а лишь добавить свое меню кашу на завтрак курицу и говядину на обед и много овощей во все приемы пищи даже питаясь перерывах как обычно поглощает пиццу на выходных он не то что остановит рост своего веса но и начнет понемногу худеть до стройным и подтянутому итоге конечно не станет но весу он будет контролировать и ожирение ему грозит гораздо меньшей степени еще раз не надо ничего считать и заморачиваться лишь включите правильную пищу как бы в свой рацион там грудку какую-то нежирную говядину в качестве гарнира гречку чечевицу и овощей побольше вареных там из морозилки или свежих это просто как бы не требует дополнительных усилий там не надо голодать или там что-то там себя как-то ограничивать лишь немного подкорректировать свои пищевые привычки это полезная пища она забьет как бы основную массу всей той еды которую вы поглощаете в день и даже если вы захотите мороженку печеньку тортик и ешьте сколько хотите просто в основные приемы пищи завтрак обед и ужин не питайтесь фиг пойми чем то есть если вы сегодня готовите себе обед например на завтра приготовьте курицу там гречки сварить и овощей сварить и вот на обед сидит ну проголодаете сидите это на обед а дальше там что хотите хоть пряник и так далее просто суть в том что общая масса еды которую будет поглощать день она будет более полезным второе правило но не менее важно не надо доедать и это наверное одно из самых сложных правил который будет бить по вашему внутреннему я очень сильно но надо держаться крепитесь если вы хотите сделать себе омлет добавьте на 45 яичных белка всего один желток остальное помойку если вы обедаете в столовой и уже насытились а у вас еще есть булочкой компот на выброс не взять с собой булку для съем потом и встав со стула залпом влить себя в силу там через силу этот сладкий компот а в помойку не надо жалеть денег лучше пожалейте свое здоровье и те усилия ну и деньги тоже которые в будущем вы будете тратить на себя для восстановления своей формы и своего здоровья лучше сейчас выбросить шоколадку за 80 рублей чем потом потратить сотни и тысячи на лекарства от всех тех болезней что она принесет с собой в будущем как накопительный эффект ну я конечно утрирую но суть думаю понятно и кстати сюда же можно отнести всяческие дни рождения на работе офисные поздравлялки постоянные юбилеи рождения детей внуков прибавку к зп и так далее работая одно время в женском коллективе стандартном open space и у нас каждую неделю был какой-то праздник между собой чик там и прочие радости офисной жизни и конечно все это сопровождается тортиками конфетками пирожками и т.д. бросаете это гиблое дело не надо не стоит оно того отказывайтесь смело можете придумать историю что вы сейчас там на лекарствах каких-то или еще что-то но этот кусочек пирога оставьте вашему милому коллеги и так уже похожему на колобка с ножками кстати если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажать колокольчик чтобы получать уведомления и последнее правило но не менее важно важное двигайтесь еще одно банальное правило которое никто не выполняет и даже после прочтения этих строк на пробежку вы вряд ли пойдете а откинетесь на спинку кресла и через минуту забудете об этом как страшный сон но опять же не надо перегибать палку и какая как-то там себя заставлять у нас почему-то люди любят крайности либо ты лежишь на диване целыми днями либо ты каждое утро бегаешь по пояс голый по двору там обливаешься ледяной водой третьего не данного живете на высоком этаже по лестнице забудьте лифт две остановки до метро туда и обратно ходите пешочком час обеденного перерыва в офисе быстренько поели минут за 15 и на прогулку но опять же выполнять вы это не будете но помните что двигаться надо от этого сильно зависит ваше будущее тело и здоровье почему бы просто не купить себе на авито велотренажер за пять тысяч рублей сделать себе подарок зарплаты и вот на новый год и просто через день или каждый день по полчаса после работы крутить педали на среднем уровне километров 20 вполне хватит а уже потом в душе на ужин не надо выходить на улицу покупать культа одежду поставили планшет или ноутбук перед собой и под любимую серию там сериальчика махнули вот 20 километров не спеша все этого достаточно вы уже через пару недель почувствуете такую колоссальную разницу поверьте мне а уж через месяц что будет в общем как то так народ если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите колокольчик читайте нас в яндекс дзене в контакте в инстаграме все ссылки в описании всем удачи народ всем пока а Продолжение следует...